В эти дни отметил бы свой день рождения заслуженный журналист Карачаева-Черкесии Баталбек Зитляужев. Около 40 лет он посвятил печатным изданию на ногайском языке Лениной Йоллы, а ныне Ногайдовысы. Последние годы Баталбек Владимирович был редактором газеты «Ногайский вестник», активно участвовал в общественной жизни своего народа о творчестве известного журналиста Алла Динаева. Статьи, очерки, рассказы, литературные пародии, афоризмы, юмора и сатира. Во всех этих жанрах журналистики Баталбек Зитляужев искусно творил. Он первый и пока единственный ногайский пародист, а юмористические случаи для своих миниатюр брал из жизни соседей, друзей, знакомых. Юмор в жизни Баталбека Зитляужева занимал особое место. В наше трудное время люди чаще хмурятся, чаще вздыхают. Я хочу просто, чтобы они чаще улыбались. То есть человек, который понимает юмор, человек, который любит юмор, он не может быть злым, он будет относиться с добротой к окружающим. Баталбек Зитляужев обладал отличным чувством юмора, и друзья его это знали. И однажды о нем Арсланбек Катаганов, который работал в газете «Ленин и Йолу», рассказал главному редактору газеты Баубеку Карасову. Тогда Баталбек Зитляужев работал в Ханты-Мансийске, и туда пришло письмо с приглашением на работу в Ногайскую газету. Но это Баталбеку Владимировичу было финансово невыгодно, он хорошо зарабатывал на севере. Но мама, которая вырастила нас одна, очень хотела, чтобы я вернулся в Харачево-Черкесию, и я не устоял, вспоминал потом Баталбек Владимирович. И с тех пор и всю свою жизнь он был верен журналистике и редакции Ногайской газеты. Я тоже уже прожил нормальную жизнь. Раньше бытность, в детстве моем, в отреческие годы люди были намного добрее. Уходя, допустим, мы не запирали двери, никто не заходил, никто ничего. Сейчас огородились высокими заборами, никто, допустим, не спешит на помощь тому, кто в ней нуждается. Вот эта черствость меня сегодня беспокоит больше всего. Баталбека Зитляужева всегда отличала органичность, сочетание в творчестве добрых народных традиций народов Харачева-Черкесии и, конечно, особое мастерство пера. Ногайскому читателю Баталбек Зитляужев больше полюбился как автор юмористических рассказов и миниатюр, а аудитория была большая не только жителей Харачева-Черкесии, но и Ставрополя и Дагестана. А в 2012 году начал издавать газету «Ногайский вестник» на русском языке. Эту идею внашивал более пяти лет, а материалы начал собирать еще раньше, использовал для статей и архивные запросы. «Журналистика означает для меня очень многое, потому что эта профессия открыла мне глаза на мир. Конечно, я побывал во многих местах, встречался со многими интересными людьми, с известными режиссерами, писателями, журналистами, с простыми рабочими. И каждая встреча дала мне очень многое». Баталбек и Тайват вырастили сына и двоих дочерей. Светлана и Райме пошли по стопам отца и стали журналистами. Светлана Кокова много лет руководит Ногайской редакцией ГТРК «Харачева-Черкесия». Как рассказывают дети, отец был интеллектуалом. Он перечитал огромное количество литературы и любовь к знаниям и журналистике привил нам, говорят Светлана и Райме. Папа был очень трудолюбивым. В последние годы он один работал над Ногайским вестником и все свои средства вкладывал в это издание, делятся дочери. Но Баталбек Зитляужев не успел издать свою книгу. И Светлана и Райме планируют собрать воедино все рукописи и публикации отца и выпустить это издание. Алла Динаева, Расул Бердиев, Роберт Джигутанов. Вести. Карачева-Черкесия.